Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В подростковом возрасте я не реагировала на крики, эмоции, оры и выяснение отношений. Коузмор носился спокойно на ровном темпе. Коузмор объяснял свою точку зрения на проблему. Никакого дискомфорта, местами даже веселила глупость проблем. Кроме хамства, хамство вызывало паралич. Могла неделю ходить и обдумывать, как правильно надо было реагировать на ту ситуацию. На протяжении 15 лет работал 6-1-12 часов в смену в коллективах. Плюс-минус 50 человек, разновозрастных людей творческих специальностей. Разные темпераменты, профессиональные привычки, когнитивные способности. Все трудятся в экстремальных порой обстоятельствах, нервничают все, по цепочке накаляем друг друга. Послать в сердцах человека, не извиняясь в брыща слюной, здесь норма. Теперь меня достаточно толкнуть плечом, чтобы это серьезно разовлило, и человек моментально оказался в черном списке. Шутки, даже самые невидные, стали ящиком Пандоры. Реагировали на людей неадекватно, уже несколько лет не общались на работе ни с кем никогда, потому что устало от людей. Как вернуть легкое восприятие, спокойствие и отсутствие осуждений. Ну, если как-то глобально смотреть на ситуацию, то я бы, конечно, сказал бы в целом о личностном росте. То есть, личностный рост означает, ну, как-то более такое взрослое, более зрелое восприятие того, что происходит. И смещение, в общем-то, фокуса своего внимания, да. Вот, то есть вы в данном случае, ну, судя по обстоятельствам, по крайней мере, все довольно буквально воспринимаете. То есть, буквально и на свой счет. Здесь возникает вопрос, почему вы воспринимаете все буквально и на свой счет. Вот это, по-моему, очень важный момент, потому что, судя по всему, у вас есть проблема с выражением злости. Понимаете, люди, которые принимают, так скажем, свою злость, да, Люди, которые являются, ну, вот, в комфортном для себя состоянии, когда они злятся и когда они как-то вот реагируют на людей негативно, оскорбляют их, оскорбляют их, принижают их и так далее. Вот, такие люди не обращаются, ну, впоследствии не обращаются к психологу. Вот, ну, как мне, вот, так, ну, представляется. Здесь же в вашем случае вы как бы к психологу обращаетесь и, вероятно, обращаетесь вы по той причине, что именно к своей злости вы не выработали отношения. Вот, то есть у вас его, попросту говоря, возможно, нет, то есть у вас, возможно, нет отношения к злости. Вот, ну, просто вот элементарно, да, вы не умеете, не умеете с ней обращаться со злостью своей. Это, конечно, очень печально, это, конечно, очень грустно, вот, потому что злость человеку в целом, скорее нужна, чем не нужна, вот, потому что она помогает, в общем-то, себя защищать. Она помогает защищать свои личные границы. Она помогает, она помогает, ну, как бы, сохранять, вот, так называемый свой статус-кво и так далее. И здесь, как мне кажется, есть такой весьма интересный момент. Когда вы говорите о том, что вот в детстве я на всё реагировала спокойно и вообще никак, ну, не отвечала, как бы, агрессии, да, не отвечала какой-то, вот, негативной реакции на людей, которые на меня, вот, как-то вот, ну, нападали, вот. То сейчас на работе я реагирую на всё вот так, как реагирую. И мне кажется, что вряд ли это случайно, мне так кажется. То есть вряд ли случайно вы нашли такую работу, где вы можете таким образом реагировать на людей. То есть мне кажется, что сейчас на работе, где вы находитесь, мне кажется, что вы обыгрываете то, что не отреагировали тогда. То есть всё, что вы себе подавили. Потому что, да, безусловно, безусловно, ровный голос – это хорошо. И, безусловно, вы, ну, вполне возможно, очень грамотно делали, что не занимались эскалацией конфликта. Но, вместе с тем, можно этим же самым ровным голосом выражать, на мой взгляд, совершенно другие чувства. Ваши чувства, которые есть у вас. А вот вы, судя по тому, что я могу наблюдать, вот именно этого как раз и не делали. То есть вы именно себя не защищали. И как результат у вас, конечно, проявилось то, что вот можно назвать, ну, с такой вот созлобленностью какой-то, да, может быть, или непринятием людей. Потому что у вас получаются такие вот крайности. Когда вы или не реагируете вообще на то, что неплохо бы отреагировать, да. Потому что, ну, на самом деле, гамство, там, или вот что-то такое, ну, это неприемлемая история. То есть неприемлемо, когда, ну, на человека как-то вот нападают, да, неприемлемо, когда человека как-то вот принижают, как-то вот обесценивают. Вот это, на мой взгляд, совершенно неприемлемо. И вы не умеете себя защищать, судя по тому, что я вижу. И в этом смысле, конечно, нужно работать с личными границами. В этом смысле. Вот. Но здесь есть такой важный момент, что, как бы, прежде чем, прежде чем работать с личными границами, прежде чем с этим работать, на мой взгляд, крайне желательно вам увидеть за счет чего, по какой причине вы так вот, ну, фактически, фактически отдельно выделяете хамство. То есть хамство вы вот как-то не терпите. И дело здесь совершенно не в том, что вы должны, должны терпеть хамство. Вот. Вы его не должны, не должны терпеть. А я скорее говорю немножко про другую. Я скорее говорю о том, как вы на это реагируете. Понимаете, в том штуке? То есть если вы на хамство реагируете вот так, как реагируете, вот, то есть очень остро реагируете на хамство, то, на мой взгляд, на мой взгляд, у этого есть свои основания. То есть скорее всего хамство вас как-то задевает. Да? Оно задевает вас, оно дает вам какое-то вот ощущение, вероятно, такое вот, ну, достаточно негативное ощущение, оно дает вам почувствовать себя вот как-то очень плохо. Вот. И важно, чтобы на вас оно так не влияло, чтобы не влияло на вас таким образом хамство людей. Вот. И для этого, конечно, очень важно, на мой взгляд, по крайней мере, поработать с вашим восприятием себя. То есть вот, поработать с тем непосредственно, как вы к себе относитесь. Вот. Поисследовать этот момент. То, как вы к себе относитесь. И несколько более гуманно относиться к себе. Вот. Потому что вполне вероятно, что следствие от того, о чем вы говорите, точнее, то, о чем вы говорите, является следствием того, что вы от себя много требуете. Конечно, я не знаю этого наверняка. Вот. Ну, естественно, я не знаю этого наверняка и не могу это узнать, не могу знать вашу историю. Но мне кажется, что именно вот какие-то, ну, достаточно серьезные внутренние конфликты ваши приводят вот к такому, ну, последствиям. Вот. И, как мне кажется, кажется, в первую очередь нужно корректировать, ну, корректировать именно это. Да? Вот. Потому что именно это является основанием для того, что вам плохо. следует, с другой стороны, посмотреть на ситуацию со следующей позицией, на мой взгляд. Нужно посмотреть на это с позиции того, как я уже сказал, как вы оказались на своем месте. Вот. Ну, не случайно же, правильно? Ну, скорее всего, вряд ли вы, вряд ли вы случайно оказались на работе вот с такими людьми. Да? Дело в том, что если человек в какое-то время регулярно, не имея поддержки, получает вот свой адрес, такой вот негатив, да? Ну, такой вот, достаточно мощный, да, негатив может быть, достаточно серьезный негатив может быть. Если это происходит, то такой человек начинает к себе относиться довольно специфическим образом. Вот. Вот. Он может себя, в принципе, и корить, он может себя, в принципе, и винить, вот, он может к себе относиться совершенно по-разному. И в этом смысле, конечно, ну, человеку в этом смысле требуется помощь. Вот. Потому что самостоятельно с этим разобраться, в общем-то, довольно сложно, в силу того, чтобы его субъект находится, вот, ну, как бы, внутри этой ситуации. Вот. И вас в этом смысле, как бы, винить ни в коем случае нельзя. Вот. И ваше желание, там, эх, ну, значит, научиться не уставать от людей, да, научиться спокойствию, принять его. Вашему желанию можно только порадоваться. Но это означает, в первую очередь, принятие себя самой. То есть вы не можете, грубо говоря, принимать других людей, не принимая себя. Вот. Это невозможно. Вот. Поэтому, тут вот, история, она об этом. К сожалению. Ну, вот, к сожалению. История, она, бля, про это. И, собственно, что-то вы в себе не принимаете, вас естественным образом задевает хамство, вот. И в данном случае я бы сказал, что это нормально, что вас оно задевает, потому что вы что-то в себе не принимаете. Это, ну, как-то сталкивает вас с, ну, вот, с собственным, может быть, это сталкивает вас с тем, с чего бы вы хотели бы избежать, но в силу, ну, в силу рядом, причины у вас не получают это сделать. Вот. То есть тут, возможно, самые разные варианты, как мне кажется. Вот. Вот. Поэтому нужно смотреть, нужно исследовать, нужно работать. И вот тогда, как бы, уже будет, в принципе, понятно, что вам нужно. будет понятно, в какую сторону вам двигаться. Можно будет наметить, ну, коррекционную, так скажем, программу. Вот. 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 Ну, вот в данном случае. В данном случае. Вот. А сейчас пока что, это только предположения. Я не думаю, что эти предположения, они как-то вот могут вам, ну, помочь, да. Ну, вот, в полной мере, могут вам помочь. Вот. Вот. То, что мне бы хотелось вам сначала сказать. Вот. Вот. Ага. Что еще важно отметить? Ну, пожалуй, эээ, важно отметить, эээ, наличие или отсутствие у вас, интересно, к тому, что вы делаете. Я имею ввиду к вашей работе. То есть, эээ, как бы, раз вы выбрали такую работу, то вы, ну, понимаете, наверное, на что идете. И понимаете, с какими людьми вы себя связываете. И понимаете, что люди находятся в, эээ, ну, в определенной, эээ, ситуации, которую они тоже выбрали. И, как бы, почему-то вы все равно, несмотря на это все, да, почему-то вы все равно, эээ, вот, как-то относитесь к этому как раз как будто это, эээ, личный вызов. Вот. Вам. Хотя я не думаю, честно говоря, что в тот момент, когда это происходит, ээ, люди вообще думают, как-то вот, ну, про, про вас. Вот. Я думаю, что, эээ, люди думают, что в этот момент только о себе. Вот. Вот. Новы. Здесь. То есть, сталкиваетесь для себя с таким вот, ну, на мой взгляд, довольно тяжелым эмоционально для вас конфликтом. И на мой взгляд, именно с этим конфликтом и нужно вам работать. Но, как бы, конфликт, в любом случае конфликт, поможет преодолеть в том числе и фиксация своего внимания на интересе, на интересе к тому, что вы делаете. Вот. А если вы на этом не фиксируетесь, если вам, ну, ваша работа не интересна, например, то, конечно, вы будете обращать внимание на, соответственно, людей. То есть, кто, кто, как, вот, себя ведет и кто, как, как и что вам говорят. Вот. Это нормально. То есть, тут, ну, не может быть по-другому. Поэтому, сейчас, на данный момент, у меня лично, складывается такое ощущение, что вам больше важно, вот, именно, как бы, ну, найти кого-то, вот, кого бы вы могли, могли гипотетически. Я хочу посчитать, вот, тем, как вы назвали, вот, человека. Я не буду это повторять, ну, по этическим, да, соображениям. Вот. Ну, тем не менее. То есть, вас никто не обвиняет, вы поймите правильно. Вас никто не обвиняет, вы поймите правильно. То есть, как бы, нет, нет цели вас обвинить. Здесь немножечко другая история. Здесь история именно про то, да, как вам дальше жить. И, либо вы будете жить, вот, как-то, вот, как вы живете сейчас. Вот. То есть, мягко говоря, не очень, не очень хорошо. Или вы будете, ну, как-то, вот, стараться, да, свою жизнь в этом смысле улучшить. Вот. Ну, а это, в принципе, вполне возможно. Это, в принципе, вполне реально и требует, ну, некоторых усилий требует, конечно же, но, в принципе, все, все, как бы, решаем. Вот. То есть, тут все упирается конкретно-конкретно вот в, ну, ваши амбиции, то есть, чего вы хотите. Вот. Я думаю, так, ну, примерно. Можно вам ответить на вопрос, на вопрос, да, который вы задаете. Ага. Значит, эм... Что, что еще? Эм... Что вам интересно? Я бы вот на это бы обратил бы ваше, ну, ваше внимание. Что вам интересно? Что вас привлекает конкретно? И зачем вы вообще на это работаете? Да? Ну, тоже, эм... На эти темы постарайтесь, эм... Постарайтесь, эм... Побымать. Эм... Постарайтесь найти для... Себя какой-то ответ. Вот. Потому что... От этого вы уже сможете... Опираться... Как-то вот в... Ну, в дальнейшем... При... Эм... Дальнейшем... Корректировании своего поведения. Вот. Ага. Отдельное внимание следует уделить вашим чувствам. В каком смысле? В смысле того, что вы, ну, как я уже сказал, скорее всего вы ощущаете, вы, вы чувствуете злость. Но очень важно заметить, что еще помимо злости вы чувствуете там. Там, именно там, именно там, именно там, вот, 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 где вы ощущаете злость. Свою. Вот. А, потому что там, кроме злости, есть что-то еще. То-то, от чего вы бежите. И, как бы, вот, ну, в данном случае, получается... Получается, с злостью вы, ну, прикрываетесь, как бы. Вот. То-есть, я, я, как бы, в себя буду пускать только злость, наговорчивая. Вот. Только злость. Ну, как бы, вот, кроме, да, злости, больше ничего чувствовать не буду. Но это неправда. Это обман себя. Вот. Потому что, кроме злости, там есть что-то еще. И вот это что-то еще нужно заметить и прожить. Желательно, конечно, ну, как бы, вместе с психологом, да, да, вместе со специалистом это делать. Вот. Чтобы в этом смысле вам было легче, чтобы начать это проживать и как-то двигаться дальше. Вот. На этом все. Я надеюсь, что... Что вам это было интересно. Интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать в какой-то степени работу над собой, то есть формирование обратной связи уже будет носить такой вот психотерапистический характер. Вот. И, соответственно, это позволит вам начать делать шаги вперед. Вот. Ну, и личный народ, конечно, личный народ, это вот то, чему я уделил бы довольно много внимания. по той причине, что вполне возможно, что вы реагируете на... Вот. Вот. Ну. На то, вот, как вы реагируете. А именно... Именно... Именно потому, что не привыкли видеть это по-другому. Что вы видите, это через... Вот. Вот. Такую... Призму... Привычной... Картины мира. Вот. А есть еще, ну, как бы, другие точки зрения, есть еще другие элементы, есть еще другие аспекты. Вот. И на эти другие аспекты, как мне кажется, имеет смысл вам обратить свое внимание. Конечно, только при том условии, если вы этого хотите. Я надеюсь, что мой ответ позволит вам, ну, двигаться дальше. Я надеюсь, что мой ответ поможет вам. И вы, большая, молодец, что начали об этом говорить. Вот. Но это только первый шаг. Всего вам самого доброго.